и всем привет на дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр я продолжаю играть в колон эксайлс какая там серия 21 а вроде 21 в прошлой серии не показывал ну я притомил все еще буду называть так вторую танцовщицу чтобы когда я возвращался скверно быстрее убиралась этого лета также первый левел танцор лицедей это все как бы одно и то же вот воскрешаешься на кровати и чтобы это скверно быстрее восстанавливалась очень убиралась а вот я сейчас задумался не нужно ли мне это нас от холме тогда делать ладно этого там переделывается все ничего шинки за кадром не было единственное что после перезахода этот чувак не захотел больше работать вот кстати давай посмотрим допустим вот это вот взять и положить чувак там дерево не хочешь а если следовать и прекратить следовать не хватит работать и насрать вообще как-то господи он столько дерево рубит что прям думаешь господи зачем ты мне нужен ладно что я хотел сегодня заняться как я уже сказал я хотел заняться ели кису верстаками но улучшение верстаков и немножечко посмотреть что мне это в целом даст а возможно кстати да а вот это надо забрать из этого все таки как никак будет делаться шелк на он лучше чем ничего возможно грядки поделаю возможно еще что там но первую очередь сначала все таки конечно же улучшить верстаки верстаки штука хорошие и поэтому почему бы ими и не заняться так чё у нас тут так ага это сейчас у меня испортится все как обычно обязательно один стак будет хуже чем другой так здесь у меня закончилась посмотрел я верстаки как работают и честно там нифигашечки вообще прям нифигашечки непонятно а кстати да давай лучше начнем так как у меня есть уставил основу моды его допустим улучшенный ящик для хранения то есть него есть определенное количество слотов но есть great icebox и вот я хочу его поставить так как мы не теряем ресурсы за уничтожение допустим какого-нибудь предмета то я могу спокойно поставить предмет понять что это говно о кстати я здесь захожу уже развлечен это слушает неплохо то есть у меня по всему дому это дело работает радиус хороший это хорошо значит потом подумать что сделать так в общем прошу имею ввиду пришел установил не понравилось убрал и как бы как будто так и должно было быть и о-моё вот я разрыхлительно ултал ну конечно я могу рог дракона и надо как-то ящики распределять всякие травки и ресурсы о-о-о-о и чё у меня есть только нету есть уж на то пошло ладно что мне для этого на дом сто двадцать пять восемьдесят и сто маке надеюсь запомнил ну вот этого точно мне нужно сто вот этого мне точно нужно сто двадцать пять мне нужно вот этого а третий я и забыл точно стальная рама стальные рамы благодаря кузнецу а я ляха муха на стоп запись нажал пускай будет так по восемьдесят и надо было а ну да мы же конечно же это дело и не узнаем сколько здесь слотов так кису ты хочешь зайти ну заходи конечно бесит тем что есть он реально еще больше если вы куда-то хочет зайти и встанет на проходе и просто задолбаешься ждать пока она вот этот перейдет так давай взять все темно было наверно предметы переложить но он давал так сделан а как а точно через shift господи вот я турной и по идее у меня сюда не должны были влезть уже даже эти предметы это интересно у меня даже эти реальные предметы не должны были сюда влезть но они влезли бляха муха я забыл сколько посчитать сколько там было слотов так положил все в повар лишнее раскидал что где куда так теперь давай дать все вот раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь на пять сорок а здесь было написано пятьдесят пять то есть один суток слотов слушай ну это неплохо конечно но не так чтобы это не так чтобы хорошо я так сказал но это соответственно мне нужно таких нескольких ящиков ставить однозначно ну естественно конечно и сюда нужно вот допустим вот эта вот вся фигня здесь нафиг не нужны тоже ну нафиг не нужно и тоже нужно да это я конечно умею говорить здесь по идее у меня изначально только должно было храниться вот то что используется для изготовления питья питья но как вы видите у меня тут начало хранится абсолютно все потому что у меня места не хватало и мне было лень по ходу дела составить со стрепать еще один чё сожрал а вкусная рыба сажал слава богу они это же сырая была лошара отравление слопотал дать все так погоди раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 а здесь написано inventory place 55 а здесь написано 100 тебя стало интересно так я из того все суда перетащил так короче как-то дофига слотов ну ладно ладно я не против дофига слотов это хорошо значит можно вот так вот рыбку собрать не хранить ее здесь а уже хранить как положено в холодосе но опять таки же верстак это у нас модовский а мы хотим точнее я хочу как же много есть ловушек и как же мало от них толку а я хочу все о нифига тут позанимал все у меня теперь все здесь хранится отлично если в этот холодос так хорошо работает то на него и ресурсов не жалко кстати даже интересно с какого это мода реальность какого это мода чтобы хотя бы знали у меня моды получается ну либо глаз констракшен от мор а но по сути только глаз констракшен мором я все только одно ну понятно устанавливал мод ради этих ради стеклянных панелей типа окна делать и так далее в итоге завел на них но зато всякие ящички и так далее это хорошая штука ладно неплохо неплохо уже хорошо так что у нас еще отсюда здесь какая-то надпись у него есть но я так и не понимаю через зелененьким написано клану это декорации статуи понятное дело не нужны колодцы колодец большой колодец интересно чем она по сути колодец а да это этот колодец нужен только так это в пустыне и у тебя рядом воды нету с собой ну как бы логично ладно давай смотреть что у нас есть паковки надо наверное открыть вики и смотреть потому что вот допустим экономичная дубильня так шарики откроем судя по вики скорость изготовления у дубильня то есть у просто просто количество количество ячеек на 20 у улучшенную дубильня расход ресурсов минус 25 процентов количество ячеек 40 а вот экономичная то есть вот это вот дубильная экономичная дубильня у нее написано скорость изготовления плюс 360 процентов но расход ресурсов плюс 75 процентов вот это как бы непонятно еще есть так растительная дубильня есть чего такая и вот у нее расход ресурсов минус 400 процентов но скорость изготовления также 0 процентов то есть скорость у них у всех одинаково и вот у меня вот это вот и смущает я хочу попробовать состряпать и то и то и посмотреть как они работают для этого конечно ресурсы взять и посмотрим как они будут работать то есть что мне смущает как работает на вики все это дело то есть как она это понимать скажем так закаленные кирпичи дерево защитным покрытием стальная рама и дубленная кожа дубленная кожа йопа твоюш так это был ларисов наконец-то давай сначала поставим вот эту дубильню экономичная дубильня и вот тут уже вопрос расход ресурсов плюс 75 процентов во первых давай сделаем 100 кожи допустим вот 100 кожи и допустим 10 коры во первых здесь скорость изготовления плюс 360 процентов и ну так же экономичная да написано на вики опять таки я повторюсь и расход ресурсов 75 процентов как бы конечно зачистить засечь сколько там у меня полминуты но справедливости радио это дофига быстро справедливости радио расходуется и топливо быстро так ну давай 100 и 10 было то есть справедливости радио это очень быстро то есть вот он за полминуты грубо говоря сделал 13-14 даже можно сказать 15 то есть примерно 2 а чё примерно примерно 2 с половиной штуки в секунду а точнее одна штука в 2 с половиной секунды примерно примерно такс да и вот расходует он 3 то есть да вот расход ускоряется сильно и расход ресурсов соответственно теперь смотрите в общем это штука для тех у кого куча ресурсов и ты такой типа зато быстро делается это как я понял примерно так здесь так кожито 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 скукожилось нету у меня кожито кожито нету так также берем 100 закидываем 100 закидываем 10 то есть там я получил 24 с половиной можно так сказать здесь ну да скорость сразу же видно насколько разница так ну то есть здесь одна штука прям делается очень долго но здесь расход ресурсов вопрос у меня вот к ним ох обалдеть короче дай бог пять штук дай бог четыре штуки в полминуты но тут вопрос к расходу ресурсов о чем о чем о чем о чем о чем мы сейчас делаем а возможно вот вот в это имеется ввиду то есть кора расходуется долго шкура все точно так же вот какие ресурсы расходуется расходуется не шкура а стоп взять все здесь все точно так же три то есть расходуется не шкура а кора то есть ну камон я кору могу и добыть зато у меня эта вся фигня добудется намного быстрее то есть я понял вот в этой хотим называть логике конечно ноль называется экономичная казалось бы ты должен экономить ресурсы а здесь наоборот на тебе расход и скорость изготовления больше но зато расход быстрее в целом в целом если так подумать да грубо говоря то на то и выходит ну то есть ты расходуешь кору в четыре раза больше но зато у тебя ускорение почти в четыре раза то есть как бы в этом есть смысл а с другой стороны растительная дубильня она так переместить она расходует типа ресурсов в четыре раза медленнее но зато ты тратишь время столько же как и здесь в этом конечно с одной стороны смысл есть удалить а с другой стороны в этом смысла 0 отменить взять удалить переместить предмет ну то есть по крайней мере я по вики понял точнее понял как ориентироваться по этой долбаной вики и что это означает вот эти вот все загадочные буквы ой 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 надо туда в угол поставить вот так лучше сделать она хотя бы это дырку будет закрывать куда я могу грохнуться так то есть берем вот это вот и все закидываем берем вот это закидываем врубаем и буквально там засчитанные часы все это дело производится что очень даже неплохо так давай смотреть что касаемо кстати стол кожевником ну давай смотреть кожевником ой о просты очень неудобно вот это вот вся фигня а поисковик фиг зайдешь я забыл как как-то у меня получилось в него зайти как так так как то получилось а но кто был помнил бы как так он не заглавный вот он стол кожевника улучшенный стол кожевника и стол кожевника в целом расход ресурсов ни о чем так занимает конечно место очень много но что мы здесь получаем те же самые ресурсы кстати на вики я не нашел используемый раб кожевник или броник на столе кожевника остается на столе кожевника звериные шкуры это понятное дело но я не нашел улучшенный стол кожевника что-то что-то как-то не нашел так давай посмотрим что из этого выйдет что вообще ни на одной вике их не нашел допустим вот сколько она будет делаться примерно по временем ну то есть примерно пять секунд делается да а черт убери давай раба убираем ну да так она дольше делается конечно вот у меня было ровно пять секунд это просто таймер смотрю стало 13 то есть 8 секунд делается ага на ресурс кто будет брать что мне для этого нужно мне нужно кожа толстая кожа а вот масло все химическая основа и масло отлично это все взял просто понять не могу а смысл тогда в нем а погоди-ка он делается он здесь делается как будто уже стоит раб то есть он чисто ускоряет работу да окей хоть это нигде не написано но он ускоряет два раза примерно скорость работы то есть улучшена столько живника работает как обычно столько живника только с рабом а с рабом он работает еще лучше то есть в этом есть конкретный смысл так ладно так вот это мы как-то можем снести дерево кости отлично так вот это все забираем вот это все удаляем броником пока переносим с броником там вообще какая-то веселуха кстати на фоне сейчас музычки стали появляться у меня другие эти музычки как раз из вот как у меня называется гильдия клан ксен гирс это вот как раз из а так тоже прикольно из этой игры как раз и все это дело музычку я и взял музычки на фоне это есть что всегда у меня пустынные а кстати погоди а чё я сразу туда и скину ну да делается все конкретно быстрее я задолбывался дубленную кожу ждать пока изготовится чтобы вот это вот сделать а в итоге надо было верстак сначала с этого верстака и надо было начинать ладненько неплохо в общем с игрушек где есть пустынная тема если что у меня за авторские права не притянут вот оттуда я и беру музычку почему пустынная тема ну кому в пустыне а чё ещё врать то так ладно давай смотреть что у нас ещё есть допустим верстак коваля да только нужно что сделать вот так вот то есть это работает только пока вот зажимаю кнопку и я могу варить текст а потом перезаходить улучшенный верстак гарнизонный верстак военный верстак и верстак коваля верстак коваля давай смотреть что у нас здесь вот опять есть табличка хорошая это хорошо обычный верстак 20 ячеек все по нулям улучшенный где-то улучшенный верстак скорость изготовления плюс 35 процентов расход ресурсов минус 25 процентов то есть он расходует меньше скорость изготовления быстрее чуть чуть военный верстак расходесурсов как у обычного но зато скорость изготовления плюс 200 а вот гарнизонный верстак это расс đầu perspectив сит 50 процентов ну скорость изготовления как у первого верстака то есть мне нужно сделать быстро соответственно вот военный верстак В целом, логично. Военный верстак в полевых условиях поставил и быстро-быстро-быстро сделал. Гарнизон торопиться некуда, а вот ресурсов можно и поэкономить. В этом есть смысл. Стоят они одинаково. Закаленные кирпичи... Ага, закаленная сталь у меня должны появиться. То есть, если что, вот этот один верстак будет работать из закаленной стали. Подожди, сколько требуешься? Сотку требуешь, да? А на что я их потратил? А кто бы помнил. Если что, я, конечно, закаленную сталь еще ни разу не делал, но... Ням-ням-ням-ням. Но, как бы да. В общем, короче, еще и плюс сетов будет, конечно, вообще красота. В общем, работать будет вот этот один верстак, как за два. Что очень даже хорошо. Ну, почти за два. Какой? 200 процентов. То есть, здесь прирост 35 процентов. То есть, это, можно так сказать, и практически неощутимо. Можно было это и не ставить. Но то, что он будет работать, как за два, это прям вообще хорошо. В этом есть смысл. Вопрос немножко в другом. Мне теперь надо сделать закаленную сталь. Вот. А сталь мы будем делать в печке. Так что, начнем... Точнее, переключимся немножечко на печке. Обычная печь. Все по нулям. Улучшенная печь. Вот оно что. Расход топлива. Значит, мне не показалось, что, допустим, закидывал я и одинаковое топливо, а здесь уже расходного на половину больше. 40 процентов расход топлива меньше. Но скорость изготовления все то же самое. Печь для обжига. Так. Давай. Наверем печь. Ага. Погоди. Печь не канает. Здесь не все. Здесь улучшенная печь, топливная печь и теплоемкая печь. Потому что некоторые... Работают вот так. Ага. Автособака. А что за печь для обжига? Подожди. Возможно, она изучается как-то в другом месте. Секунду. Угу. В общем, на печь для обжига требуется осколок силы. Но, что самое смешное, расход топлива минус 75 процентов. Но изучить я все равно не могу. Точнее, изготовить так, что мне пофигу на это. Так. Стоять. Да ёп. Печь. Ну, и где ты там? Во, красава. Теплоемкая печь. Скорость изготовления вот у этой 350 процентов. Ну, расход топлива плюс 75 процентов. А вот это топливосберегающее. Кстати, здесь правильное описание. Не то, что у кожевника. Расход топлива плюс 300 процентов. А скорость изготовления 45. То есть, погоди-ка. Вот это топливосберегающая печь. Она мало того, что сберегает топливо лучше, чем печь для обжига. Так еще и силы не тратит. Кристалл. Или как там? Обломок. Ха-ха. Прикольно. А суть все то же самое. Только это. А, ну, ячеек поменьше. Но, в любом случае, теплоемкая печь. Уголек я подобуду. Если что, на дерево потопит. Это мое самое то, что нужно. Так, уплотнитель для камня. Закаленный кирпич. Нифига-то. Какой огромный. Не, ну она и как бы расходует-то. То есть, одна, она будет заменять вот эти три печки. Ну, грубо говоря. Ой, какой. Ну, ну да. Ну, почти даже четыре печки. Кирпичики я почти тут начал делать. Так, давай выйдем отсюда. У меня что-то не влазит. Другой объект мешает. А, и уплотнитель для камня остался. Окей. А, я для закаленного стали... Для закаленной стали же делаю. Точно. Я уже забыл, для чего. И мне вообще это нужно было. А, не, весь уплотнитель я туда закинул. В случае. Ну да. Я его весь туда закинул. Вот он он. И мне нужно его... Да, чё ты его знает, чё, помнишь, что ли? Занимает, конечно, на место. Дай боже. Но, что самое главное. Закидываем раба. Красава. Так. Так. И уголечек. Запускаем. И вот, обогнал делать кирпичики. И да, расходы топлива дофига. Ну, уголек я могу и добыть. Зато, вон, как быстро всё делает. Красава. Красава. Надо будет вторую делать обязательно. Так. А я вообще... Мне же закалённая сталь нужна была. А, ну вот. Теперь можно и закалённую сталь поставить на изготовление. Ну, красота. Чёрный лёд. Стальный обрусок. И сейчас попробую делаться. Так, только надо сначала вот это забрать. Вот это поставить. Во! Вот это я понимаю. Делается так делается. Так, а чё я там вообще делал? Кто помнит? Вроде бы... Верстак ковля. Точно. Как... Ковля. А, серьёзно? Ты задолбал? Вау. Мне нужен... А, военный верстак. Точно. Военный верстак. Ёпара-сотэ. Вот, когда создавал, думаю, ну, как-то большая. Вот, ну, большая площадь для вот этого всего. Ну, куда такую большую? Ага. Большая, блин. Большая, ровно настолько, что сейчас ничего влазить уже не будет. Ужас. Ужас. Единственное, что... А куда всё это дело вмещать-то? Кошмар! Места ни на чё не хватает. Попробую куда-нибудь сюда впихнуть. Пычку! Пычку! Там уже стенка мешает. Ну, хотя бы так. Вот интересно, колонны будут мешать? Так. Не это. Ага. А до этого они были нужны. Ах ты, собака-то долбанная. Не с первого раза, но установился. Так. Ты у меня вроде бы ты. Ага. Так уж посерьёзнее. Уголочек. Здесь даже вот сюда можно будет ещё одну печку впихнуть. Отлично. Второй броник-версак я не знаю, буду ставить. Нет. А херонская кирка. Ну, это вроде как стальная получается, если я не ошибаюсь. Смотрел видосики и вроде бы как стальная она. Ну, то есть смысла в этом сильно это нету. Но как бы... А, ну вот как закалённая сталь. Так. Это всё то же самое. Но что я тут делаю? Ну-ка. 200%. Не, ну в целом-то побыстрее, конечно. Ну ладно. Пускай делается. Так. За два слитка. Железная рама. Ха. Погоди-ка. А вот здесь... Полученный верстак. Кирпичей не хватает. Ну, дожились. Кирпичей не хватает. Ой, дурдом. Так. Погоди-ка. Ага. Здесь ещё и расход ресурсов у меня пошёл. Здесь я... То есть вот накидываю, допустим. Хоп. И могу пять тысяч ещё дополнительно сделать. Здесь у меня расход ресурсов пошёл в два раза. Именно вот таких. А про это здесь как раз-таки ничего не написано. Ну, понятно. Ладно. Это бог с ним. Удобно, когда удаляешь, и весь шлак падает тебе в инвентарь. Ай, печка-то. Где ты? Во. А чё на тебе надо? Ой, там кирпичик-то сколько нужно у тебя? Три сотки? Серьёзно? Да. Походу, дело нескоро я тебя сделаю ещё. Ну, хотя... Ну, ещё и нескоро. Ладненько. С этим с горем пополам разобрались. Броником. Я тут что вспомнил? Я что-то верстак броника не замоздрячил. Лучный верстак броника. Что нам даст броник? Слушай, а вот это вообще непонятно. Допустим... Сейчас покажу. Допустим... Верстак плотника. Так. Ага. Вот, допустим, улучшенный верстак броника. По нему написано скорость изготовления плюс 50%, расход ресурсов минус 25%. А гарнизонный верстак... То есть видите, да? Разницу. А гарнизонный... Скорость изготовления ноль, как у обычного. И расход ресурсов минус 25%. То есть улучшенный верстак, он изготавливает быстрее и расход такой. Ну а военный все по классике. Скорость 150%, ну в смысле по классике, я имею в виду, что быстрее изготавливается. Скорость 150%, расход ресурсов плюс 25%. Ммм... Все посерьезнее. Но, как обычно, мне нужны кирпичи. Не здесь, а здесь. Выглядит, конечно, все более эпично, нежели здесь. Сами понимаете. Вот. И что мы здесь можем изготавливать? Закаленные щиты стали. Ну, по сути, все тоже самое. А я, да? Ничего же нового не появилось. Нет. Ничего нового не появилось и появиться, по идее, не может. Потому что... Правильно. Потому что... Так, и где у меня броник? Броник там. Броник-то у меня же есть. Так, это у меня литийщики. Потому что это только ускоряет именно саму скорость. Ну, хотя, погоди. То есть, здесь вот сколько слотов? А здесь... Чего-то как-то слотов-то поменьше. То есть, здесь только вот эти вот... Такой с фиолетовой окоебочкой шмотки. То есть, здесь простых шмоток-то я и не вижу. Простых я имею в виду вот таких вот шмоток. То есть, вот таких. То есть, вот... Жертвенный путь раба. Здесь только один. Ой, два. А здесь, по идее, был сейчас только один есть. В итоге я его еще найду. Хм. Ага, вот, видите. То есть, он только один. Простых здесь нету. Хотя здесь раба нету. Ничего понять не могу. Почему этот броник... Военный версток броника хуже? Так. Ну-ка, погоди-ка. А если... Так, так как военный версток броника и гарнизон не способны создавать обычную броню в таблице ниже, приведено сравнение с улучшенным... А-а-а-а-а. Вот он, Че Петрович. Тут так и написано. Ага. А вот такой ты не можешь. Ну, к примеру. С другой стороны, нафиг оно мне надо? Но все равно, ограничение дело такое себе. В котором логики нету. Так же, обычный версток, как написано, имеет другие рецепты. К примеру, вот, железный круг лыщит. Не знаю, зачем он мне нужен. Ха. Чею? Товарищ заново. Это какой-то ужас. А, нет, вот, железный круг лыщит. Все нормально. Перечень обычный броник, к сожалению, у него не полный, поэтому находится на бане держать самый начальный версток брони. Еще к чему это написано. Вот версток броника. Ну и, по сути, у нас имеется здесь абсолютно все то же самое. Из-за исключения того, что здесь еще дополнительно сверху накидываются какие-то предметы. Хм, но, по ходу дела, вот это все-таки версток самый лучший. Да, изготавливают дольше. Зато у него есть полный перечень всего, что нужно. Прикольно. Так что ты идешь на место. Единственное что, у меня броник вообще есть? Или у меня только оружейник? Так, у меня вроде что только оружейник. Ты же оружейник, да? Нет, ты обычный коваль. А, ну, по сути, да, он же оружейник. Эти чуваки у меня все лежат вот здесь вот так. Так, это жрец-жрец. Ага. Ну да. У меня броника-то и нету. Надо бы тогда сделать... Сделать ему надо тогда. Ха. Такого фига у меня броника нету до сих пор. Вот дурной. Так. А ты у нас не тот. Интересно даже. А, кстати, гарнизонный выглядит еще прикольнее. Но в нем точно так же ограничения идут. Я просто подумал. Ну и бог с ним. Поставим два тогда будет броника ставить. Ой, не ты. То есть и военный верстак, и обычный, улучшенный. Чё, пускай будут. А какая разница? Запас сделал такое. Он карман не тянет. Если в культурно выражаться. Так что пускай будет два верстачка. Вот чё. Одно, второе дополняет. Так. Умельца. Ну, здесь это улучшение. Кстати, их бы надо бы поставить. Особенно затопленная деталь. Она хороша тем, что добавляешь, допустим, на дубину. И опа, она лучше дубасит. Да. Дубина дубасит. Логично. Так. Дальше. Плотник. Вот что я хотел глянуть. Здесь уже все по классике. Обычный, улучшенный. Скорость чуть получше. Расход ресурсов поменьше. Цеховой. Очень сильно ускоряет на 200%. Расход ресурсов, как у обычного. И экономичный верстак плотника. Это на 50% меньше на ресурс тратится. То есть, проще говоря, вместо 10 веток будет 5 веток. Вот, собственно, почему у меня здесь 7 веток. Потому что на 25%. То есть, здесь, допустим, будет вместо 11 кожи, там еще меньше кожи будет. Ну, то есть, вот это вот и все. То есть, тесное дерево вместо 7, 10 дерева по дефолту будет создаваться за 5. Это и есть экономичный верстак. Но он создается долго. Вот, примерно, даже еще медленнее, чем вот это. Но цеховой верстак плотника, это уже что-то с чем-то. Вот такая вот махина огромная. Да. Ставить... Ну, по идее, да, можно и вот здесь где-нибудь попробовать. Ты, наверное, мне будешь мешаться. Давайте тоже удалим пока что. Ёбарас, это что-то такое-то тебе все мешается, да? Ой, ты сколько требуешь ресурсов. Да, вторая пятюшка, конечно, работает огонь. Кирпичи делают просто вот так вот на раз-два. Я просто решил сначала все-таки поставить вторую печку, а потом уже браться за всем остальным. Здесь тоже все-таки, как ни крути, железная рама делается, ну, не кисло. Нормально. Остается только закаленный кирпич. Что-то я не думал, что они нужны будут в таком количестве, если честно. Поэтому я даже о них не задумывался. Сколько, как говорится, есть, столько есть. Остается еще алхимический котел. Улучшенный стол алхимиком. Опять-таки же, там суть все то же самое. Цеховой. Плюс скорость изготовления 150%. Экономичный расход ресурсов минус 50%. И вот это, кстати, как раз таки на изготовление. Так как здесь никакого топлива нету. Это вот, допустим, на изготовление. То есть, вместо 30 будет стоить 15. И вот тут уже как бы задумываешься, а что же все-таки лучше? Расход ресурсов поменьше. Потому что здесь ресурсы такие, как бы, не кисленькие. Допустим, вот сюда. Хоп. И вместо 20 будет поменьше. Ну, к примеру. Потому что вот у... А, так это простое даже. Это даже не улучшенный. А, стоп, это верстак плотника. Верстак плотника. Ну, вот. Да, это простой. Угу. То есть, реально будет все прям намного меньше. Намного меньше. Ну, меньше единицы быть не может. Масло. А, деревь на кара и хор. Нет, спасибо. У меня есть с хором и так проблема. Так что вот здесь, конечно, бы задуматься все-таки. Тогда можно будет хилки нормальные создавать. Чтобы сделать экономичный стол у химиков. Цеховой это, конечно, хорошо, быстро и так далее. Но такие ресурсы можно и поэкономить. Что у нас здесь в плане котла? Здесь также не расходуется ничего. Но будет увеличиваться стоимость. То есть, допустим, вот здесь видите, да, минус 25%. Так как улучшенный котел минус 25%. И поэтому стоит не по 10, допустим, 40, 100. А уже, соответственно, поменьше. И вот здесь тоже есть смысл задуматься об экономическом котле. Потому что это все-таки, допустим, ну, допустим, вот это вот все-таки не дешевая штука. Тоже стоит задуматься об экономическом. Наверное, его я и поставлю. Хотя улучшенный, конечно, это хорошо. Типа скорость чуть-чуть есть и расход ресурсов меньше. Но лучше, наверное, экономически поставить. Экономически это у нас что требует? Требует стекло. Отлично. Опять закаленные кирпичи. Здоровски. Экономически. Костел огня. Ёп! Пресеты. Слушай, а нормально я такое помещение-то сделал? Стол алхимика. Ну, хоть стол алхимика небольшой в сравнении с котлом. Да уж. Весело живем. Так, лететь на верстак такое остается, палача такое остается. Здесь мне нужно будет плотника поставить. Хотя здесь у меня что, ремесленный стол. А здесь тоже ничего нету такого. Здесь это все, всякая шляпа типа, создаётся. А что у нас здесь? А здесь вроде бы ничего нету. Здесь все то же самое. Предлежит костей, ящик, улей. Улей есть улучшенные, но смысла в этом нету. Здесь единственное, что можно поставить кучу компост побольше. Улучшенные катки, чтобы они взращивали какие-нибудь растения дополнительные, которые мне пригодятся. Ну, семян-то полно. В общем, мне осталось состряпать плотником, алхимиком. И вот алхимика я как раз таки поставлю всё-таки экономного. Чтобы, ну, ну, чтобы всё-таки, чтобы было полегче в плане ресурсов. Плотническое дело, цеховой верстак. Да уж. И место ты тоже занимаешь так-то. Не кислинку. Здесь ты у меня в потолок упираешься. А здесь... Здесь ты не должен в потолок упираться. Вот что здесь тебе мешать может, да? Вот скажи мне, козёл ты нехороший. Здесь не мешает, а здесь мешает. Может, вот это мешает? Нет, теоретически может и крыша мешать. Давай сделаем вот так вот. Ну? Вот, да, попробуем сделать так. Аккуратненько, красовенько. Кривенько. Так уже лучше. И давай попробуем... Вот это поставить смогу? Смогу. Отлично. Вот так вот и работаем. Что у нас здесь? Ага. Ну, здесь в основном дерево. Дерево добывается легко. То есть, здесь самое главное тогда уже время. Да, я здесь на это-то и поставил. Стрел, конечно, дешевле бы изготавливались. Но это тоже всё фигня. Типа два слитка, четыре пера, десять веток. То есть, вообще тоже ни о чём. То есть, здесь как раз таки с этим проблем нету. Здесь вообще две смолы вместо твей будет одна. То есть, всё фигня. То есть, здесь основной упор на дерево. Дерево добывается легко, поэтому лучше поставить цеховой, который будет изготавливать всё намного быстрее. Допустим, вот закидываем 45 тысяч. Закидываем сюда плотником. Вот здесь у меня, сами видите, ветка. Одно дерево, одна ветка. Здесь всё. И вот. Пятьсот тёсного дерева. То есть, в этом плане, конечно, мы берём уже скорость. Всё-таки, пускай будет скорость. Ну, а волхимики уже будем делать на дешевизну. Именно, вот, экономичнее. Но здесь мне нужны опять закалённые кирпичи. И пытаться куда-то всё это дело разместить. Ну, а это уже сделаю за кадром. Камон. На время-то, посмотрите, сколько. Куча болтовни. Ничего интересного. Всё как обычно. Но зато, немножечко для себя понял игру. Я всё-таки ещё игру познаю. Ну, а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорят, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментируй. Ну, и, конечно, делиться на видео со своими друзьями. На этом всё. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, да вам всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok